Памятники и арт-объекты из бронзы создают уют северных городов. В Югре таких монументов несколько сотен и каждый со своей историей. Одни посвящены нефтяникам и их трудовому подвигу, другие романтикам, дворникам и даже бродячим собакам. Ирина Гончарова расскажет о таких достопримечательностях. О знаменитых событиях 60-х годов, когда забил первый фонтан черного золота, в Урае могут рассказать многие. А напоминает об этом памятник первооткрывателям западносибирской нефти. Ленинградский скульптор Клавдия Терентьева разработала собирательный образ нефтяника. Первую нефть добывали романтики. Арт-объект в центре сквера представляет собой двух влюбленных. Теперь это популярное место для отдыха и прогулок горожан. Просто такое место красивое, почему не погулять возле фонтана. Здесь все сметится, интересно. Есть где посидеть, где поковыркаться, здесь им покачаться. Хорошо, все хорошо, замечательно. Я знаю автора, я с ним был знаком, как вот здесь познакомились, спросил его, поблагодарил, что очень хороший. Сказал, что это посвящено любви, все. Ну, сейчас сказать, это называется романтика про молодежь, про наш молодой город. Настоящая сокровищница уникальных памятников Когалым. Город насчитывает 25 мемориалов. Новейший установлен на территории музыкальной школы и посвящен творческому тандему Александра Пахмутова и Николая Добронравова. Это должна быть история пары, но, в общем, это не вызывало ни сомнений, ни вопросов. Об этом мы говорили с самого начала. И вопрос был, каким образом скомпоновать их. Поставить во главе всей композиции, потому что композиция – это ритм. Есть заглавная история, и все как-то вокруг нее строится. Памятник удачно встроился в облик города, как в свое время другой арт-объект с негласным титулом самого маленького в Когалыме – мальчик, играющий с собакой. Волонтеры настолько полюбили этот символ детства и беззаботности, что зимой стали наряжать его в теплые вещи, а летом могли подарить шарик. У Лангипаса свои символы красоты и возрождения. Скульптура «Цветок лотоса» – подарок от нефтяников Лукойла – появилась в городе в 2001 году. Монумент жители называют по-разному. На лепестках лотоса любят кататься дети, а еще им интересно забраться в его сердцевину. Ну, вообще, несмотря на то, что город Лангипас очень маленький, здесь очень много скульптур, объектов, на которые всегда можно посмотреть. В детстве я очень любила смотреть и лазить по лотосу, а сейчас моя самая любимая скульптура – это белка возле Дворца Молодежи. Действительно, есть на что посмотреть – одуванчики, часы и белка. Скульптура состоит из разнообразных частей. Две нефтяные трубы, рядом бабочки, грибы-желуди – все кованое. По качине часто принимают иностранных гостей, но когда те приезжают, равнодушными не остаются. Увидев памятник Высоцкому, американская путешественница Алексис Тристан воскликнула – это же русский Элвис Пресли. Творение Зураба Церетели находится в самом малом городе Югры уже 12 лет, а настоящее название монумента порвал струну. Из бронзы выполнены большинство скульптур в Покачах, например, дети-голуби в сквере Таежной. Главным хобби детей и взрослых являлось именно кормление голубей. И голуби настолько привыкли есть из рук, что теперь они даже не боятся к ним подходить. Так как в городе много голубей у нас летает, поэтому данная скульптурная композиция была установлена именно в нашем городе. Несмотря на молодость сибирских городов, с каждым годом достопримечательностей здесь становится все больше. Благодаря творчеству художников и скульпторов преображается привычный облик улиц и площадей, а значит, они становятся все ярче. Ирина Гончарова, телекомпания «Ракурс», город Покачи. Специально для Вести Югория.